Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему «Феодальный строй в Западной Европе X-XIII веков». Вы будете знать хронологические рамки Высокого Средневековья, закрепление феодальной зависимости крестьян и феодальной раздробленности, определение исторических понятий, бенефиций, феод, феодал, феодальная зависимость, барщина, оброк, натуральное хозяйство, феодальная раздробленность. Вы будете уметь показывать на исторической карте страны Западной Европы X-XIII веков, составлять рассказ о положении феодалов и крестьян, отношениях между классами феодального общества, синериальной зависимости феодалов, об особенности натурального хозяйства, причинах феодальной раздробленности, находить в тексте и воспроизводить суждения, объясняющие причинно-следственные связи между историческими явлениями, составлять таблицы, схемы и уметь работать с ними. Рассматриваемые вопросы. Феодалы, сеньоры и вассалы, феодалы и крестьяне, натуральное хозяйство, феодальная раздробленность. Обратите внимание на условные обозначения. Высокое Средневековье охват от период с X по XIII века. В Высоком Средневековье, в Западной Европе, сложились такие отношения между людьми, которых человечество еще не знало. Появились сеньоры, вассалы, крестьяне стали зависимы от феодалов. Государства оказались раздробленными. Зачем же тогда нужны короли? Разобраться в таких непонятных нам отношениях кажется сложным, но только если не знать, что в их основе права на владение землей. Феодалы, сеньоры и вассалы. В большинстве цивилизаций Средневековья господствовала феодальный строй. Для того, чтобы разобраться в этом понятии, давайте познакомимся со структурой общества в Средние века. Посмотрите видеофрагмент. Ответьте на вопросы. Что такое сословие? Какие сословия выделялись в Средневековой Европе? Какие сословия можно назвать основными, главными? Можно было ли перейти из одного сословия в другое? Люди того времени по-разному представляли себе, как устроено их общество. Одни делили его на мирян и служителей церкви, другие на богатых и бедных. Третьи выделяли в обществе не два-три, а множество разных слоев. Но, пожалуй, наиболее важную роль и в эпоху Средневековья и позже, в новое время, сыграла теория, в соответствии с которой общество делилось на три больших группы, сословия, и каждому человеку Бог предназначил место в одном из них. По тем задачам, которые они выполняли в обществе, выделялись сословия молящихся, воюющих и работающих. Под последним понимались все члены общества, не входящие в первые два сословия, но прежде всего крестьяне. Сословия – это большие группы людей, за которыми закреплены определенные права и обязанности, передающиеся по наследству. Перед каждым сословием стояли свои задачи. Духовенство заботилось о душах, являлось заступником за людей перед Богом. Служило примером веры и нравственности для всего общества. С точки зрения человека Средневековья, эта роль была самой важной. Воюющие проливали свою кровь, защищая все общество от внешних врагов. Именно они должны были обеспечивать порядок и правосудие, с оружием в руках распространять христианскую веру среди язычников. Трудящиеся кормили население. Благодаря их тяжкому труду, два других сословия могли выполнять свои обязанности. По сравнению с двумя первыми, крестьянство рассматривалось как низшее, третье сословие. Но в отличие от Древнего Рима, где физический труд являлся делом рабским и недостойным свободного человека, в эпоху Средневековья те, кто трудился своими руками, считались необходимыми и уважаемыми членами общества. Высокая оценка крестьянского труда способствовала хозяйственному развитию Средневековой Европы. Мыслители той эпохи нередко сравнивали строение общества с человеческим телом, уподобляя молящихся груди, воюющих рукам, а трудящихся ногам. Тем самым подчеркивалось, что в обществе все сословия хоть и не равны, но необходимы и зависят друг от друга. Если они не будут действовать слаженно, то общество не сможет существовать. Из трех сословий первое, духовенство, пополнялось за счет выходцев из двух других. Напротив, принадлежность к сословиям воюющих и работающих считалась наследственной. Только сын рыцаря мог стать рыцарем, а заниматься крестьянским трудом должны только дети крестьян. Конечно, на практике бывали случаи возвышения крестьянина до положения рыцаря, или, напротив, утраты рыцарем места в своем сословии. Но это случалось достаточно редко и считалось нарушением нормального течения жизни. Хотя формально первым сословием считались молящиеся, реально ведущая роль в обществе принадлежала воюющим. В условиях постоянных войн именно они могли защитить себя и остальных, поэтому воюющие владели большей частью земли, то есть тем, что было главной ценностью средневекового общества. Таким образом, сословия – это группы людей, имеющие определенные права и обязанности, которые передаются по наследству. Из ранее изученного материала вам известно, что за воинскую службу и заслуги король дарил воинам земельное владение вместе с проживающим там населением. Эти земли давались пожизненное пользование и назывались бенефицием. В начале высокого средневековья владельцы бенефициев добились права передачи земель по наследству своим сыновьям. Так бенефиций превратился в феот – земельное владение, которое давалось за службу и передавалось по наследству. Их владельцев называли феодалами. Мелкие феодалы подчинялись более крупным и получали за это плату в виде землевладения. Такая система подчинения называется феодальной лестницей. Феодал, который давал феод, считался сеньором, а получивший его – вассалом. Король был сеньором для высшей знати – герцогов и графов. В их владениях обычно были сотни деревень, они распоряжались большими отрядами воинов. Ниже стояли бароны – вассалы, герцогов и графов. Обычно они владели двумя-тремя десятками деревень и могли выставлять отряды воинов. Бароны были сеньорами рыцарей, у которых уже не было своих вассалов. Таким образом, один и тот же феодал был сеньором более мелкого феодала и вассалом более крупного. Вассалы должны были подчиняться только своим сеньорам. Если они не были вассалами короля, то могли не выполнять приказы. Такой порядок закреплялся правилом – вассал моего вассала – немой вассал. Каждый вассал находился в подземельной и личной зависимости от своего сеньора. Вот сеньор он получал землю, а главной его обязанностью была военная служба у своего сеньора. По первому же приказу, вассал должен был явиться к сеньору в полном вооружении. Феодалы и крестьяне К X веку феодалы постепенно захватили всю пригодную для обработки землю. Они присоединяли к своим владениям крестьянские поля, леса, луга, реки. Так возникла поговорка «Нет земли без господина». Земля в одной местности, принадлежавшая феодалу, составляла его феодальное имение. Земля в нем делилась на две неравные части. Большая часть – это господские поля, урожай из которых шел непосредственно в амбары феодала. Меньшая часть – крестьянские наделы, урожай из которых получали крестьяне. За пользование наделами крестьяне выполняли разные работы. Эти принудительные обязанности крестьян называются повинности. Феодал имел обширные права в своем поместье. Он собирал с крестьян оброк продуктами и изделиями ремесла, заставлял обрабатывать свои поля и выполнять для него другие работы в имении. Это называлось барщиной. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Познакомьтесь с исторической справкой на странице 28, определите, что из этого перечня относилось к оброку, а что к барщине. Таким образом установилась система феодальных связей. Во владение феодала входил замок, мельница, пашни, луга, лес, река и рыбные ловы. В обязанности феодала входила защита крестьян, разрешение споров и суд над ними. Крестьяне выполняли повинности, оброк продуктами, например, сыр, яйца, растительное масло, оброк урожаем и приплодом, плата за пользование мельницей. Крестьяне выполняли барщину, обрабатывали землю, принадлежащую феодалу, строили дороги, выполняли работы по строительству и ремонту замка феодала, выполняли почтовую и подводную повинность, оказывали помощь в организации охоты феодала, занимались заготовкой дров для замка феодала. Феодал мог судить крестьян, наказывать и налагать на них штрафы. Зависимость крестьян от феодалов, как поземельная, так и личная, называется феодальной зависимостью. Главным, что определяло отношения между людьми в средневековом обществе, являлась собственность на землю. Феодализм – это отношение поземельной и личной зависимости между людьми, основой которых является собственность на землю. Натуральное хозяйство. Почему не развивается торговля? Поставьте видео на паузу. Выполните задание. Запишите понятие «натуральное хозяйство» в тетрадь. Познакомьте с материалом учебного пособия на странице 28-29, ответьте на вопрос, почему в высоком средневековье господствовало натуральное хозяйство. Феодальная раздробленность – сила феодалов и слабость королей. Феодальная раздробленность – это период распада крупных государств на ряд мелких и средних владений. Имения феодалов обеспечили себя почти всем необходимым. Страна состояла из множества несвязанных между собой хозяйств. Раздавая земли привилегии, правители постепенно теряли власть. Они распоряжались только собственными землями. У королей не было постоянной армии, теперь крупные феодалы называли короля всего лишь первым среди равных. Остальная земля находилась у феодалов, которым подчинялось население их владений. Они сами управляли зависимым от них населением. Крупные феодалы имели свое войско из вассалов. Они могли нападать на соседние страны или даже воевать со своим королем. Между феодалами часто возникали споры за земли, права. Это приводило к жестоким войнам между ними. Такие войны называют междоусобными. Подведем итоги. В период высокого средневековья отношения между феодалами носили иерархический характер. Феодальная лестница. Усиливается зависимость крестьян от феодалов. В основе отношений находятся права на владение землей. Основным типом ведения хозяйства было натуральное. Переход от бенефиция к феоду, хозяйственная обособленность феодов с их натуральным хозяйством стали основными причинами появления феодальной раздробленности. Для качественного усвоения изученного материала выполните задание. Прочитайте параграф 4. Рассмотрите миниатюру 14 века и ответьте на вопрос. Определите, какая из повинностей изображена на миниатюре. Докажите, что крестьяне работают не на себя. Какие сведения о феодальном обществе, его хозяйстве, общественных отношениях, культуре можно узнать из этого изобразительного источника. Также вы можете выполнить индивидуальное задание, перейдя по ссылкам QR-кода. Продолжение следует...